друзья я вас приветствую сегодня у нас факт по программированию номер 22 сегодня вопросов будут не очень много но они достаточно интересные и в общем то давайте приступать но перед тем как приступать я вас попрошу подписаться на канал поставить обязательно колокольчик чтобы не пропустить новые видео ну и в общем если вы захотите поддержать канал как-то помочь развитию канала чтобы участвовать в обсуждениях чтобы получать какие-то плюсы вступайте в ряды в спонсоров и я думаю мы с вами сработаемся давайте начинать итак у нас на сегодня три вопроса первый вопрос мне очень нравится он очень интересный второй вернее по номерам 106 он уже такой более специфичный ну и третий в общем давайте начнем с того чего начнем и так вопрос номер 105 domain driven design и anemic domain model в общем я насколько понял вопрос это следует ли использовать anemic domain model при подходе domain driven design надо сказать что есть и плюсы и минусы и здесь немножко вопрос ну наверное нужно перефразировать ну во первых если говорить про domain driven design то это подход который озвучен достаточно давно и в нем можно использовать rich domain model или anemic domain model вот о которых мы сейчас и поговорим и так изначально правильно было бы использовать rich domain model но почему-то все чаще и чаще люди используют ну люди я имею ввиду разработчики используют anemic domain model давайте определимся почему и так rich domain model есть такая штука которая является собой модель то есть бизнес-модель если хотите агрегат если хотите есть из концепции domain driven design подходить которая собственно говоря имеет определенный аспект и так первый аспект на мой взгляд это очень важный аспект это встречается очень редко и я скажу честно я вот за всю свою карьеру это видел может быть два или три раза это в большинстве случаев может быть даже на видео или в книжках не знаю может быть как-то мне так получилось но тем не менее очень редко дальше модели данных думаю рич домен модул содержит бизнес-логику то есть какие-то поведения то есть грубо говоря это определенные методы которые управляются изнутри есть правит поля которые не могут быть установлены снаружи а вы устанавливается методами ну вот если так вот кратко до обосновать вот этот вот термин содержит бизнес-логику дальше rich domain model содержит в смысле соответствует принципам о п то есть внутри себя за вот этими самыми методами которые являют бизнес-логику он инкапсулирует то есть внутри себя скрывает вот это внутренние механизмы по работе то есть реально реализует в общем-то этот о п дальше как раз вот эти вот методы они гарантируют целостность модели то есть допустим есть у вас какое-то состояние у вас весь метод по изменению этого состояния то есть какой-то и нам подставить или стоит или вот то вы это делаете через собственно методы которые и гарантируют проверку состояния то есть переводе перевода из одного состояния в другое ну это как например да то есть как бы все к одному если внутри бизнес-логика то это оп эта целостность модели это не значит что методы не могут быть отдельно то есть бизнес-логика может находиться и отдельно но главное чтобы это самая бизнес-логика не затрагивала правит поля которые внутри вот этой модели внутри откомсулированы я говорю сейчас про репозитории сервисы менеджеры провайдеры в конце концов help или какие-то они также могут находиться вне этой модели но главное чтобы они не лезли вправит поляк этой самой модели то есть это в принципе тоже нормально ну и возникнет естественно сложность тестирования если вы внутри вот это вот бизнес-модель внутри вот этой rich domain model да вот внутри этого entity если хотите будете какие-то механизмы использовать которые в общем-то не покрываются бизнес-логикой которые нельзя от которых нельзя абстрагироваться чтобы там но я думаю что наверное нужно быть на об этом почем попозже остановиться так ну и надо сказать что этот rich domain model связи с тем что он все внутри себя там инкапсулирует а вот эта вся сложность и в общем чаще всего это используется для приложения со сложной предметной областью domain driven design это в общем-то как бы является основой и она достаточно хорошо описано в книжке эрик эванса и именно этот подход используется но существует еще и анемик domain model давайте поговорим про аспекты которые существуют в нем и первое вот этот анемик domain model очень часто используется несмотря на то что мартин фаулер называет его анти паттерном в 2003 году вот с тех пор конечно прошло много времени и многое сейчас меняется и анемик domain model она так и остается очень часто используем все чаще и чаще сильнее сильнее в чем принципы давайте еще покажем несколько строчек ну во первых модель данных вообще не содержит никакой бизнес логики то есть существует паблик геттер сеттер на какие-то свойства и эти модели целиком и полностью падают базу данных грубо говоря да там в entity free work который сохраняет ну грубо говоря без маппинга таблички целиком да то есть название полей свойств вернее совпадает название колонок бизнес логики нет ну или почти не да то есть какая-то минимальная которая как бы там может быть calculated свойства какие-то там есть но они очень маленькие и соответственно вся бизнес логика находится вне вот этой модели то есть анемик domain model вне entity находится в репозитории в сервисе в моно в менеджере в хелперах провайдерах ну то есть но только не в самой модели здесь как бы сразу открываются следующие плюсы и минусы минус это нарушает принципы потому что вся бизнес логика вынесена отдельно и анемик вот этот модель то есть которая голая или пока класс если хотите она начинает быть ну в общем каким-то ящиком для данных до в которой накидали данных сохранили в базу взяли из базы наполнили по поюзали и обратно то есть какой-то такой транспортный получается уровень но тем не менее вот это вот простота ее позволяет покрывать легко юнит тестами то есть если у вас бизнес логика находится вне самой модели то есть в репозитории в сервисе в менеджере и так далее то вот эти вот репозитории сервисы и менеджеры можно покрыть легко юнит тестами то есть сделать интерфейс абстрагироваться и путем там заглушек это легко протестировать при этом ваша модель она настолько проста, что тестированию она в принципе не поддается, ну нет, нет смысла ее тестировать, потому что в общем-то и тестировать-то по большому счету и нечего, ну и в общем-то надо сказать, что Anemic Do My Model используется всегда, ну не всегда а чаще всего для приложений с несложной предметной областью ну когда у вас табличка равно модель и маппинга практически нету если есть, то совершенно простой и несложный в общем никакие телодвижения а бизнес-логика вся находится в репозитории, сервисах, менеджерах и так далее то это на самом деле дает простоту разработки, это дает определенный старт, если учесть что когда вы начинаете разрабатывать очень сложно начать с Reach Do My Model потому что вы еще до конца не знаете требования, не знаете ну или так, требования скажем так, по определенным книжкам говорится так, что требования в процессе разработки, они меняются, да, то есть они меняются не просто иногда да, они меняются всегда и минимум на 25% то есть какие бы требования не были выставлены в начале все равно они изменятся и поэтому всегда вы начинаете, ну проще начать с простой модели и потом наложить на нее определенный функционал добавляя в репозитории, в сервисы, менеджеры, если хотите а если вкладываться в Reach Do My Model то в общем-то можно попасть таким образом что большую часть бизнес-логики придется переделывать другими словами, есть и плюсы, и минусы и у той, и у другой модели и ту, и другую можно использовать в DDD, то есть Думайн Дривен Дизайн хотя изначально Reach Do My Model был заложен как основа но это было очень давно, время меняется время уходит ну и надо сказать, что в Anemic Do My Model есть некоторые проблемы это когда у вас сеттеры открыты потому что свойства доступны и это может наложить некоторые бизнес-ошибки при работе с этой самой моделью с бизнес-логикой то есть когда вы напрямую задаете какое-то значение где-то подменяется и в общем достаточно тяжело это найти как раз Reach Do My Model она гарантирует, что ваша модель она консистентна в определенный момент времени в противном случае в Anemic Do My Model придется реализовывать какие-то механизмы валидации сущности там на определенный момент времени или при наличии тех или иных параметров ее свойств ну в реальном времени нужно будет уже делать ну в общем-то какими-то отдельными свойствами средствами и отдельным кодом если хотите я где-то на канале у себя уже делал такой подобный пример как это примерно используется говоря про состояние объекта если интересно я скину ссылку в описании в общем есть и плюсы и минусы и если учесть, что Anemic Do My Model слишком сильно распространена в последнее время она уже как бы не считается антипаттерном все чаще и чаще я слышу что это нормальный абсолютный подход и в общем люди разделились но если учесть, что Anemic всегда можно переделать в общем-то в Rich Domain Model в общем выбор за вами решайте сами вопрос номер 106 что выбрать gRPC или gRPC Web ну для того, чтобы выбрать начерно нужно понимать, что это такое и так gRPC это независимая независимая от языка высокопроизводительная платформа удаленного вызова процедур gRPC сокращенно и если говорить про отличия то gRPC это обычная использованная gRPC через HTTP на 2 этот протокол используется для gRPC соответственно с этим есть все плюсы ну и в общем-то а web gRPC Web она немножечко видоизменяет протокол gRPC обеспечивает совестимость с предыдущей версии протокола HTTP на 1.1 то есть если вы хотите использовать современные мощные средства HTTP slash 2 то есть на 2 то есть там все шифрование двухсторонное туннельное соединение в общем там много чего на самом деле вкусного а есть проекты в которых это просто использовать нельзя по определению потому что там этого нет поддержки нет не работает поэтому gRPC Web ну и если вы будете использовать gRPC Web то есть адаптацию протокола gRPC для HTTP 1.1 то надо понимать что некоторые штуки которые должны быть в RPC просто в gRPC они не будут поддерживаться потому что они реализованы на базе протокола HTTP на 2 например потоковая передача клиента и двунаправленная потоковая передача клиента то есть в обратку мало что придет ну и соответственно full duplex то есть двунаправленная потоковая передача тоже работать не будет все остальное будет прекрасно работать ну и кроме того нужно понимать что gRPC в .NET поддерживается оба формата передачи данных по сети по умолчанию используется обыкновенный gRPC а для того чтобы реализовать поддержку веб ну gRPC Web надо специальным образом настроить ну на клиенте и на сервере на самом деле на сайте MSDN то есть на сайте Microsoft в документации описано как это можно сделать ну и вопрос номер 107 что вы думаете про Unity был ли опыт на самом деле интересный вопрос и я его отношу к таким ну то есть я Unity отношу как к конфигурации да то есть вот есть такая штука называется 1S есть штука называется там галактика или один еще другие варианты да там Bittrex например вот программисты которые работают с этими я вот простите я считаю что они не программисты я считаю что они конфигурасты ну то есть конфигурируют систему то есть система уже написана модули готовы то есть бери ставь запускай ну для того чтобы она заработала под твою организацию под твои запросы тебе нужно правильным образом сконфигурировать вот я считаю что Unity примерно из той же области потому что по большому счету фреймворк готов он работает он может писаться и на C-Sharp в том числе и есть некоторые механизмы которые позволяют писать экстеншены то есть расширенные методы по управлению игрушками по управлению логикой физикой в игровом вот этом приложении но дальше головы не прыгнешь что я думаю я думаю что это хороший интересный фреймворк который позволяет стать разработчиком игр но есть свои собственные ограничения которые сам вот этот Unity в общем-то и дает писать Unity ну не нужно он уже написан а писать экстеншены или расширения или методы какие-то которые будут в Unity использоваться ну это кому как кому нравится кому нет опыта у меня был я совсем даже немножечко посмотрел я понял что здесь мало креатива если честно то есть если мне нужно написать как допустим ну у меня тогда божья коровка прыгала вот как божья коровка будет прыгать ну это вот один но я только и могу написать что как она будет прыгать я то есть все сводится к тому что есть какие-то действия которые может выполнять объект и в определенный момент в определенное место нужно поставить нужный код который будет обрабатывать какие-то нажатия грубо говоря я очень сильно абстрагирую чтобы было понятно про что я говорю то есть нюансы реализации определенных действий они могут быть разные да безумно разные но тем не менее это уже не полноценная программа а какой-то конфигурированный, ну на мой взгляд я прошу прощения, если вдруг кого-то обидел это мой сугубо личный подход к этому объекту ну и на самом деле достаточно интересные штуки можно увидеть, реализованные на вот этом Unity и даже прибыльные можно сказать, что они есть, так что на вкус и цвет все фломастеры разные ну и в конце я хочу поблагодарить вас за внимание, напомнить что для того, чтобы получать уведомления о новых видео, подписывайтесь на канал ставьте лайки, пишите комментарии, предложения замечания, конструктивная критика тоже приветствуется ну и добро пожаловать в наш канал в телеграме и пишите правильный код субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...